Ну а сейчас в нашем эфире очередной выпуск программы «Парад свести». Наш постоянный консультант Сергей Грищенко открывает осенний сев. Ну вот достаточно. Доброе утро, дорогие садоводы. Ну вот мы подготовили фрагмент грядки по вопросу начинающих садоводов, когда сажать чеснок. Сейчас покров Божьей Матери, значит, 14 октября, соответственно, самое время. По агрономическим нормам, когда почва остывает до 10 градусов, то есть вот почва остыла 10 и ниже градусов, можно приступать к высадке луковичных растений, в том числе и чеснока. Грядку желательно после пропашенных культур, свекла, морковка, вот в данном случае тут были тыквы, замечательный предшественник, после него нет никаких сорняков. Учитывая, что под бахчевые культуры вносится большое количество органики, в данном случае вот навоз, с навозом вносится большое количество сорняков, тыквы своими огромными листьями все это закрыли, никакие сорняки тут не проросли. Так как корни очень специфичные у тыквенных, нет и проволочника, который вредит всему тому, что находится в земле. То есть морковка, свекла, картофель, в том числе и чеснок может поражаться этим неприятным вредителем. Сделали грядочку, делаем траншейки под посадку. Вносим какое-нибудь комплексное удобрение, примерно где-то 20-25 грамм на квадратный метр. Обязательно эти удобрения смешиваем с почвой, ни в коем случае луковицы или семена на сами удобрения не рассыпаем. Соответственно берем чеснок, луковицу делим на отдельные зубочки и калибруем обязательно по размерам. То есть в данном случае получается достаточно выровненное, но вот этот вот зубок более мелкий. Мелкие зубчики с крупными вместе не сажать. Сразу вопрос глубина посадки. Все луковичные сажаются на три диаметра луковицы. То есть вот тут где-то сантиметр-полтора, значит глубина посадки где-то 5-6 сантиметров. Если более крупная луковица, то соответственно глубже и посадка. Чеснок сажается до 12 сантиметров. Максимальная глубина посадки чеснока до 12 сантиметров. Первый рядок посадим крупными. Чтобы это было красиво на картинке. Мы высаживаем луковицы на расстоянии где-то 4 пальца. Это 7-10 сантиметров между зубчиками. Прошу внимания начинающих садоводов. Луковицы размещаются, вот зубчики чеснока, любые луковичные, тюльпаны, нарциссы, лилии, неважно. Не абы как, а обязательно донцем вниз. Очень важно у луковичных понимать, где донца, откуда пойдут корешки. Это вот плоская вот эта часть. И острая часть, это откуда пойдет побег. То есть, соответственно, сажаем донцем вниз, побегом наверх. Есть декоративная культура, рябчик называется. У него не понять, где вверх, где низ луковицу. Это единственная луковица, которая сажается боком. Все остальные обязательно донцем вниз. После высадки засыпаем рядок. На расстоянии 20-25 сантиметров делаем следующую канавку. Вот эти вот корни, не пугайтесь, это ни пырей, ни сныть. Это именно корни тыквы. То есть, они, в принципе, потом перегниют. Даже если они останутся, ничего страшного. Ну и, как я уже говорил, чуть подсыпем на поверхность, на края более мелкие зубчики. И опять засыпаем. Для того, чтобы представлять, где начало, где конец, редка, можно поставить палочку, маячок для запоминания. С удовольствием передаю эстафету от более опытных садоводов к начинающим. То есть, мы не только отвечаем на ваши вопросы, но и делимся опытом наших телезрителей. Вот в данном случае, вот я терпеть не могу работать с землей в перчатках, садовод тоже любит чувствовать землю руками. Но чеснок сажается поздно, когда уже достаточно холодно. И тяжело, неприятно работать. Соответственно, можно поставить рядом с собой мисочку с теплой водой. Поработали, пальцы замерзли, окунули, пару минут погрели. Снова можно работать. Почему чеснок сажается поздно, фактически в покров, после покрова? Чтобы он не успел вырасти. То есть, основная проблема, если будет затяжная опять осень до Нового года с плюсовыми температурами, он может проклюнуться и вылезти на поверхность. И, соответственно, потом верх замерзает, и он по весне начинает расти заново. То есть, это на неделю, на полторы как бы останавливает его развитие, то есть, хуже. Поэтому не торопитесь сажать чеснок, когда уже устойчивые заморозки. Вот тогда приступаем к посадке чеснока. Успехов вам, дорогие садоводы, с этой замечательной культурой. Удачи!